сейчас я быстро пробегусь по фамилиям фамилии почти все знакомы но все равно так приятно иногда увидеть свежую фамилию интересно Ирина Алтай, Семен Алтай, Иван которым я разговаривал тоже Алтай у которого село потерял и 7000-6000 человек уехала или умерла, боже мой, Александр Алексеевич привет, а кстати это же, ну-ка, 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 ваша работа сейчас только в голову пришла нет чуть повыше это ведь это это ваш журнал здорово да это вы помогали информацию давали по книге про юмов железа, лунный сад, как переходить климат здорово спасибо, спасибо, спасибо идем дальше знакомимся, нет, вернее так, здороваемся Николай, привет, брат Юрий, привет, Жамалдинов значит, пишет Сергей, начал прививать если это Сергей Железов, то он завтра начинает прививать Бухтияров, привет, с Казахстана Гречихина, привет, Дубровина, добрый вечер, с Казахстана Уржумова, добрый вечер Эльдар, Артемовский, здравствуйте Лобасов, Смоленская область, привет Виноградов, здравия Сызрань, плюс 5 Ирина Алтая, добрый вечер Эльдар Валерий Кусин, где приобрети книгу, Савинь значит, так вы мне сейчас я ее не могу понять, я хотел раскрутить ее так, что сейчас бы уже книг бы уже не было и почему-то она говорит, я потихонечку сама продам ладно, но это не значит, что именно вам ее не видать, этой книге я говорю, сделаю так вы можете мне свои данные на Матсап написать можете прямо тут ну, какие данные ну, свой телефон есть она сказала, сегодня будет смотреть вебинар то есть она, наверное, с нами так, наверное она увидит ваш телефон, связься с вами я до сих пор не знаю, даже сколько стоит эта книга как-то с одной стороны, надо продавать с другой стороны, как-то она решила, что продаст деньги по Красноярскому краю ну, а почему вам не приобрести, правильно? у нас беда, пишет Салтая Ирина снег сошел, весь молодняк яблони, груши обгрызены мышами ее под большим снегом каждый год я это читаю устал уже абрикосы сливы не тронули так, а кого тронули яблони, груши то есть семечковые осень обрабатывала дегтем, клярином не спасло как реанимировать молодняк ну, что я скажу сейчас еще у кого-то прямо сейчас сегодня, вчера и завтра еще буду жрать значит, говорю я признаю после неудач потерь молодого железа я признаю только отравленное зерно с санэпидемстанции по бутылкам сейчас, может быть так, вонку сейчас закончим вот это разговор если еще буду помнить я вам это фотографию подберу как это делать так, Антон Колесников а, как реанимировать молодняк смотрите все равно где-то в каком-то месте заканчиваются зубы то есть раны значит бывает половину вот если брать по, допустим по диаметру смотреть половина одна сгрызена вторая половина нет значит не все потеряно вот бывает полностью 360 градусов все съедено тогда надо все-таки постараться ниже отрезать с таким расчетом дай бог чтобы там ниже сохранились хоть несколько почек отпадовая или даже может быть хоть и прививки вот даже может быть хоть и прививки что-то сохранилось отрежете и ждите когда возродится дерево ну не имея фотографии я точнее сказать не могу общее понятие когда половина еще можно спасти когда целиком отрезается когда все 360 градусов он грызен отрезается целиком надежда что еще ниже все-таки какие-то почки прошутся так ну а главное это все-таки отравленное зерно Антон добрый вечер Игорь здравия свинин привет так свинин привет так дальше Владислав всем здравия я это ой Михаил это другой Михаил сейчас вспомню Михаил Визигин один из наших этих моих самых верных древних друзей взял заказал ну там допустим 6-8 черенков в том числе аппорт алматинский вот я написал нет аппорта он сказал тогда я снимаю заказ тогда я сел за руль и поехал к себе вот все-таки я ему срезал вот так что если меня слышит Михаил Визигин вот то я ему все-таки срезал еще и персики он попросил да и персики и со срочка я высылаю сегодня оплатить через месяц я это согласен лишь бы только у него были эти уникальные вещи вот потому что если у меня аппорт алматинский значит он аппорт алматинский если у меня персикасанский значит он это есть персикасанский так приветствую вечер добрый пишется еще один алтаяц Семен Септукар господи Септукар это полно что-то рядом с этим с полярным кругом что вы с нами тут делаете так рядом с вами я чувствую себя евжанином подольская Валерика Семенович нет ли у вас черенков до привек яблони сливы во первых не поздно не поздно во вторых черенки у меня есть причем мало того у меня великолепная коллекция вот у меня сейчас вы знаете как бывает сказать честно говорю я у вас куплю то 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 ну заплачу позже но я теперь уже ученый я уже перестал без предоплаты брать ну хорошо отложить можете да могу конечно отложил вот деньги не пришли прошел месяц и теперь пожалуйста Галина у меня для вас есть и бешмар китайка лучший сорт Мичелина у меня для вас есть значит у меня для вас есть розмарин один из мировых лидеров у меня для вас есть значит квинти я с Украины привез квинти лучший сорт из Канады дальше продолжать так у вас может быть тогда это слюни попривет еще и слюнями подавитесь дальше не буду слева венгерки вас устроят пожалуйста вот а эти самые это это значит я считаю самый удачный сорт ой некогда фотографии искать это вот это чудо и ника 2 вот ну и так далее так вот не поздно Галина самое время свинин Ирине я замазал лакмусик долнато все затянуло было даже пару яблочек спасибо Михаилу что вовремя вы долнато вспомнили будет ли продолжение выкарабкаться ли он от такой страшной болезни посмотрим но он уже пользу принес долнато и пусть Бог помогает Валерий Константинович культурные яблоки лучше оплевать на моростойке полукультурки сорока культуры на таком подвое будут соответствовать своего характеристику ой как нас зафугали вот что интересно да вот и Адама ой да такой мне только дайте повод поговорить заметьте то что она полностью отрицает пикетинговизацию вспоминаем яблони на яблони каждая останется сама по себе слива на бареку то есть на яблони сама по себе слива слива яблони яблони абрикос на сливе значит такой же будет как абрикоса слива останется сливой вы поняли да вот ее эту но дело там в том что давайте так очень сложно она то права наполовину надо было глубже вникать мне уже не хотелось вдруг вы выключаете эти так вот давайте чуть глубже и так семечка культуры они хороши тем что у них более старинные сорта они так устоялись вот и вы можете прививать одно поколение этого второе поколение третье поколение а оно все тоже но это с одной стороны но мы то она же не знает что если 50 лет назад даже 40 лет назад как была Антоновка я Антоновку ел когда перегонял Жигуля это отцу я наличанин дали талон и я перегонял на Украину эту самую Жигуль шестерку и ехали мы через Курскую область и тут же а он такой молодец этот самый был перегонщик я же не умел водить тогда вот а перегонщику заплатил он гонял это его профессия и он как начал ой мы тут Антоновка ой Антоновка ой Антоновка ой Антоновка мы проезжаем через родину Антоновки ну да вы что да вы не купите ну и когда я купил пару килограмм ну и что наличание это деньги что ли вот и естественно что он всю дорогу сидел извини за уважение ел 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 жрал 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 а я только попробовал она кислая яблочки вот такого размера 100-120 грамм чего думаю эту Антоновку расхвалили за что что-то такое ну к нам по поставке были но это же Болгария была там покруче же согласны а тут Антоновка отечественная ничего особенного я кто-то не знал что у него главное качество быть подвоем самая морозостойкая культурная яблоня Антоновка спросите у Мичурина он подтвердит вот и тогда получается что последние годы чего не знает эта дама ее чему-то научили по слангу видно что она специалист но специалист книжный теперь сколько у нас Антоновка 20 штук Антоновка 400 граммов вы не слыхали вы знаете сколько 400 грамм пальцы соедините вот так откуда она взялась да это вегетативный гибрид тот самый который не признается да мы такого натворили а апорт алматинский испортили угробили вот я добыл тогда настоящий у них есть особенность у апорта все у меня сейчас два кровокрасные и 600 граммовые у них вот такая форма ну я надеюсь видно меня вот такая форма их не заспутать я покупаю черенки прививаю получаю 500 деревьев ну я туда не мелочился хэ молодой здоровый 500 деревьев привил после 40 градусной зимы их осталось 200 300 это а Жигулевские почти не пострадали Слава Мичуринская почти не пострадала так ну и так по мелочам таких таких а этих больше всех пострадали апорты но это был тот период а они были 200 граммовые а где же 600 граммовые спрашивайте я тоже а эти то оказались 200 граммовые потом споился в моей жизни чернобаев если я ему десятки сортов подарил он мне подарил 2-3 ну каких он там мне и подарил настоящие 600 граммовые а откуда они взялись ну понятно да это уже вегетативный гибрид идем дальше теперь насчет морозостойкости значит на что прививать вы спрашиваете на полукультурке знак вопроса смотря где вы живете одно из главных проблем ой я тебе долго буду говорить одно из главных проблем при прививках это биологическая совместимость или частичная несовместимость вроде прижилось оно должно оно минус 40 выдерживает а оно при минус 20 замерзло а у нее половина этих сосудов не припаялись поняли смотрите вот подвой прямой видели уже понятнее как объяснить а теперь смотрите привели есть понятие механическая несовместимость вот она и это все по железу нигде не читал просто как говорится верьте на слово а вот это механическая несовместимость или хотя так а биологическая несовместимость в том что они отторгают друг друга отторгают и тогда получается она в минус 20 мертвая какая же это подвой а чем культурнее подвой и так он лучше сцепляется лучше но он не дает такой морозостойкости какая должна быть выход какой железо нашел визитивной реализации по железу это несколько поколений при определенных условиях особая работа до сих пор жду эту хотя бы ну если там Нобелевского не дадут Россия изгой ну хотя бы государственную то имейте совесть дайте-то я давно заслужил ну а кому обращаюсь вот или как это скиньте граждане по копеечке купите один у меня 40 косочек другой 40 косочек вот это мне заменит государственную премию вот мне детей одевать и бывать которые меня дедом называют таких много в сангошке и так и так и так значит получается если вы хотите узнать ответ берете мои подвое и привайте на них мои привой вот тогда у вас будет настоящий морозостойкий сад а можно ли без этого да но там уже идет ну как бы назвать ну я тогда у бойковой купил 40 этих самых сеянцев абрикосов они тоже считались манджурские я на них привел из Франции королевский абрикос 39 мертвых сразу и 40 на следующий год это как понимать совместимость вот то же самое у вас метод я добился своего это когда веточка одна прижилась и я с нее копию снял то есть я взял и отрезал и сделал второе поколение прижилось несколько отрезал сделал третье поколение ну вам это я не советую берите у меня готовые подвое берите готовые привой вот так я ответил на ваш вопрос вот Алтай Алтай как поработать над взрослой морозостойкостью дикой груши да отвечу еще будет ли соответствующим характеристикам обычно именно семечка культуры будут даже если на дикаря приведете будут косточковые не гарантирую вот тут то как раз начинаются чудеса косточковые и если они одновидовые и если они даже разновидовые вот например абрикосный слив сливодный абрикос вот там чудеса как поработать над взрослой морозостойкостью дикой груши ух ты перепривить крону а семечки с плодом лучше используют для привод культурными да вы уже ответили на вопрос конечно перепривить крону и семечки посадите чтобы привать культурные конечно вы уже ответили Семен но другое дело что поработать на совместимости придется если у вас есть еще 10-20 лет тогда вы добьетесь с абсолютной совместимостью а так метод ика может первое поколение из 10-2 может 5 может 1 или как я говорю 43 все мертвы все бывает уржумова у меня уссурийские груши 3 проклюнулись посадила в землю и в холодильник это мои уссурийские учись поливать переводчик ножом от сыроватка надеюсь значит этим ножом вы можете остаться без пальцев я знаю лично знаю одну даму которая такую рано страшную сделала себе обычным приводчим ножом хвостно-отточенным который буквально на кости ее прорезал долго рано пролел я такую даму знаю лично это раз вот приводь должен навык однажды мы подошли взяли подвое приводь и начали приводь и тут и ждите рану или ждите плохих результатов режете 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 вот неудачно неудачно черенок все короче осталась верхушка ура ура прицепили верхушку результата никогда не будет значит сотни приводных холостых то есть не привык нарезали ветки длинные тонкие и делать нечего можете телевизор смотреть когда-то вы почувствуете именно такой длины именно такой толщины и ровненький и режете 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 и ни один день режете и тогда во-первых вы не порежетесь потому что это еще безописный прием опасен потом когда вы будете усталые все но к тому времени у вас появится навык и вы уже не будете резать пальцы вот идем дальше так у нас теперь прокрылась посадили в землю и в холодильник так вы смотрите тут уже опасно если холодильник да учеба и сучеба холодильник вот я смотрю холодильник дальняя стенка это практически морозильник вот она покрыта льдом все и мы к ней присланили банку я трехлитровую а в ней например абрикосы они так любят сходить в холодильник и дальняя которая прислонилась по неволе смотрю там лед замерзло ну то есть вот столько вдоль стенки внутри замерзло а с этой стороны дверца холодильника и я когда в эту это же там мороз там минус а здесь я в этот короче кладу этот самый градус и смотрю плюс 10 ё моё и тогда получается с одной стороны банки все спит минус 1 минус 2 там явно а с этой стороны банки это же трехлитровая вот такая с этой стороны просыпаются косточки то есть каждое 5 сантиметров сюда 10 туда разные условия поняли да вот идём дальше тулячка всем вам тоже всем так Владислав ой ёлки-палки господи Сыктывкар когда-то мы летали в Норисе через Сыктывкар там аэродром был промежуточный как вспомню мороз 50 ё-моё мы зимой летели ну ИГЛ-14 да ИГЛ-14 до сих пор вспомню эти минус 50 так ну ладно у меня вопрос случай поливать в середине апреля или 1 мая две недели будут отсутствовать в саду сейчас у нас 0 градусов снега ещё много но через неделю обещают до 8 градусов тепла уже через неделю ещё вопрос можно ли привыкки укрытые бутынками оставить без присмотра на две недели если не будет аномального тепла раз не будет тогда можно 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 другое дело ну риск он всегда есть риск знаешь такое ураганный ветер у меня бывало как начинаю рано земля практически не оттаяла где-то удалось у меня эти самые со звёздочкой то есть я отрезаю сами понимаете верхушку от полуторалитровой бутылки верхушку то есть вот эту коническую часть так вот нет это я для другого способа а в этом данном случае просто дно отрезаю а верхушка остаётся вместе с пробкой и вот это нищие я делаю в виде звёздочки лучше втыкаются это один из моих этих простейших приёмов лучше втыкаются а бывает вот тут вот лос а там ещё лёд стоит не втыкается ну думаю пусть хоть стоит и держится буквально за саму вот прививка да вот бутылку и она буквально за прививку держится хорошо ё-моё как бывало такой ураганный ветер половину бутылок снесло поняли тогда возникает вопрос как я делал потом уже ой трудно кирпичом придавливал двумя кирпичами этими поленьями придавливал чтобы ветром не уносило другое дело чуть уже плюсовая а начинала рано чем раньше тем больше времени уснуть до зимы чем раньше да вот чуть оттаяла земля уже раз туда вогнал уже все уже редко когда ветер сносит вот теперь давайте про время итак две недели вас не будет в середине апреля или первого мая первого мая я считаю поздно ой шутер господи это же крайне если у вас еще будет надо тогда угадать и мне а вам угадать если 1 мая только начался вот сейчас у нас 0 да нет это не такая же это и холодина но снега много надо ждать пока растает в середине апреля он может растаять давайте так в середине апреля или первого мая в середине апреля определите сколько будет снега и как быть я бывало раскапывал снег вот становился на колени раскапывал делал вот такой глубины ямки и вот уже а и привающий на самом основании в общем сейчас мы решить этот вопрос не можем в середине апреля будете сами его решать так два дела пухнулся два года назад купил перевозчик секатор ой тот самый зимой припаковывающий нож и тут узнаем что все это не годится так привычный секатор абсолютно не годится возможно если я вспомню есть он у меня вот ну сейчас уже смотрите время 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 я тогда может быть кто-то напомнит вы обещали рассказать про привычный секатор я вам расскажу всю правду вот то что лопухнулись ну если продать его кого-нибудь или подарить только врагу врагу друзьями никогда так опять сексуфхар в прошлом году привал 23 апреля 3 мая 1 сальций начали просыпаться 5-6 мая и еще вопрос бутылками края только прозрачными или затемненными тоже можно затемненными знаете как вот когда я укоренял я или под прозрачными но они сгорали от солнца эти самые черенки которые я укоренял тогда я использовал частично такие темные почти есть такие знаете очень темные темно-користевые вот а для именно привитых я темные никогда не использовал только светлая если вы попробуете вы потом расскажете лучше хуже кто-то должен и теми и теми а потом сравнить но у меня до этого не доходило никогда времени не было чтобы какими-то лишними экспериментами заняться так вопрос а косточки укрывать бутылкой может когда они проснулись иначе расти земля не высыхает там вот именно без бутылок она скорее высохнет а бутылка ну че может быть она с пробкой без пробки можно подливать землю если вы живете рядом там же вот это вопрос такой это вам надо придется решать вот я например косточки никогда бутылками не укрывал но у меня то вот допустим в этом году например растаяла земля так давай растаяла а че не тает там было то 3-4 сантиметра снега я смотрю вытаили бутылки которых поздние 8 в начале зимы Сергей положил насыпал отравы вот и сейчас десятки бутылок еще лежат отрава не тронута то есть у нас зимой мышей не было вообще а это вопрос вопрос вот у нас снега не было мыши и не лазили они очень беззащитны это кажется такие хитрые летуют вот они боятся всего хищных боятся боятся этих лис вот у них врагов хватает и когда снега много там они чувствуют себя как дома там они под снегом что угодно творят вот а когда снега мало их вроде бы и нет и тогда получается смотрите значит ну вот сейчас Сергея посадят время подходит ну это уже будет в апреле где-то в середине апреля и окажется что он их накрывать ничем не будет но результата почему такой там у нас эти коз сливать некуда а когда каждого экономишь может быть и накрыть бутылкой почему потому что ранней весной именно там помните письмо вот тут было все сограли сограли козыки посадите а если не глубоко посадите только начнут вылазить а я показывал фотографии в отдельные годы у меня были жрут тогда надо укрывать короче решать вам укрывать или надеяться что обойдется у Сергея укрывать смысла нет потому что в этом году у нас мышей нет все эти не тронутое зерно во всех бутылках которые раскиданы по саду так сейчас чиновника начинает оценивает нанимает не по специальному качеству а по степени лояльности все так точно отсюда и они не могут слушать никого кроме главарха и своего начальника который сам проб не пригоден ну есть такое дело знаете у меня был пока животец я помню ну сидим мы ну может по рюмке выпили вот я карьеру так до конца на заводе сделать не смог так остался таким этим самым середнячком вот так бывает взял земли все решили под сад все решили что залезом мужик не серьезный как инженер это ладно так что мне сказал отец а он в Черногорике занимал такие серьезные должности достаточно серьезные вот он сказал так Валера запомни где бы ты не работал над тобой будет стоять дурак прими это как факт ну а вы к этим словам как хотите мы из-за этого в частности из-за этого тоже мы не можем никак выбиться в люди вот потому что социально лифты не работают вот потребность в умных на словах есть а на деле ну посмотрим вроде бы новый курс посмотрим так Владислав хотел спросить можно ли кошки посадить посадочное ведро или посадочный пакет или лучше осень уже сажен здрасте это еще зачем опять все наоборот надо садить желательно последнее место а вы хотите посадить весной а потом целый до осени он будет в временном месте нет давайте же я предлагаю так можно садить как вы видите посадочное ведро посадочный пакет или проще говорить в горшок он может быть типа цветов горшка и так далее вот можем ну как когда когда вы от меня получите косточки кто еще не получил вот сейчас часть уже наверняка проснется может каждая третья каждая пятая или как вот было письмо все 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 проснулось хотя тут же второе письмо ничего не проснулось тут уж нам как повезет как повезет так вот для того чтобы чтобы нам с вами было четкий такой ответ значит я предлагаю так вскрыли посылку увидели наклюнулись на постоянка без всяких горшков без всяких ведер без всяких посадочных пакетов а которые продолжают спать садите их как овощную грязку ну например как помидоры вот с такими вот раски допустим через метр рядок а в рядке через каждую полметра это будет школка там же луч из лучших тоже останутся навсегда когда взойдут но могут все не взойти и пусть школки ждут еще год если мыши не сидят то второй год зайдут вот такой мой совет а что касается осени осенью цыплят будем считать Валерий Косинич хотел заказать лак мастику Долматова написала на электронную почту ни ответа не привезли а что же вы хотите еще как-то можно заказать нынче мыши грызли все прошлогодние сеансы лучшее средство это отравленное зерно сколько же можно терять деревья боже мой значит Семен отвечает вам ватсап Долматова для заказа мастики ответит не ответит вот сегодня не получилось разговора я не знаю я предварительный разговор был такой он съездил под моим внушением брата и саму внуку внук взрослый мужик вроде бы должен наладить производство мастики а его как бы вот сейчас в Теребинске так Ольга Латинкова которая его опекает она может их продавать эту лакустику уже не он сам но вот он ватсап удастся поговорить напрямую позвонить написать попробуйте так где посмотреть каталог черенков для прививки вот что интересно да сейчас погодите и последний Валерий Косеевич написал на нектонную почту ну там же я отвечу а вот здесь интересно а здесь как же быть то а я не могу наверное каталог сюда ввести я этого не знаю не умею брат Юрий Владимирович или отправить человека ко мне на электронную почту вот как Альзар он мне на электронную почту давайте я здесь ставлю электронную почту вы не против вот допустим сейчас ой туда я не могу зайти там сплошные пароли так а где же мне взять то брат выручаю ставь здесь этот мой электронный адреса пожалуйста я туда где они мне хранятся все эти адреса там же и пароли не могу туда попасть все сразу откроется вот если ты меня слышишь так что смотрите значит можете там запросить он создал электронную а еще проще очень легко у меня получается на ватсапе мой ватсап это тот же самый телефон с которым вы мне все звоните с удовольствием вот с удовольствием так теперь получается что-то виктор пишет что-то виктор пишет подождем наше время еще не стекло так вот железо брат записал мой электронный адрес вот он копируйте его или по ватсапу или по электронке здесь я не умею вот и тяга это я это моя родовая фамилия по материнской линии но и тяга виктор тулячка еще двое пишут ну раз не устали давайте кто кого вот я человек выносливый я человек выносливый завтра дозвоню до Долматова и дам ему телефон врача который говорит что может помочь тулячка пока нет спами тоже жду а что она ждет тулячка тулячка где посмотреть каталог а погодите я вам еще ничего не высылал я вам только попросил запросите или по ватсапу так или вот по электронному адресу видите выше по английски или по этому телефону или по электронной почте тогда и получите как только закончится вебинар я вам сразу вышлю вот повышение плодородия тянулся в линейской почте поэтому у меня есть такой опыт вот так эльдар я не вам ответил а вам выше написали адрес в линейской почте понятно так в общем я надеюсь что тулячка все таки доберется до моего этого до моего каталога вот если поймет правильно так ладно теперь насчет тяжелой суббинистой почвы итак это не проклятие оно было бы проклятием если было то что я видел подмосковье где каждый день шли дожди и как сказал диктор телевидения четвертый год в Москву заливают дожди а это значит что а это были те годы тяжелейшие годы для садоводства Тимирязовский сад Парша уничтожила все яблони груш саженцы были страшно смотреть вот то есть к таким дождям даже научно-тимирязовский сад был не подготовлен а дачный массив полностью покрытый глиной что ноги только чапкали даже трава толком не росла вот там только получались терны сливы в какой-то степени вишни вот а уже яблони казалось бы они тоже привычные к сырости нет яблони уже все были в Парше груши были в Парше вот абрикоса их просто не было на 100 участков один абрикос так что картина страшнейшая казалось бы выхода нет однажды я испытатель то что я делал специально вот раз глинистая почва а у меня получилось так вот смотрите копается копается а там сейчас отвечу я не могу просто сказать да ответы я могу сказать и все верить не обязаны пока я не разъясняю свою позицию что и от чего я объясняю когда рыли большой естественно предыдущие хозяева рыли большой погреб а там сплошная глина я знаю что такое глина потому что я же это от полуметра и до пяти метров почему я два колодца там корыл два соседа дважды 4-5 метров чистой глины а что делали с этой глиной а строители до этого самого погреба в одном случае и фундамент в другом случае просто эту глину отвозили метров на 5 на 10 и ровным слоем пришла пора а пошел чистый получился а как же когда у меня земли не хватает конечно я должен каждый квадратный метр использовать а там глина я беру привожу тележками землю чистую обычную землю помните я говорил берем подерном но поглубже там где земля тысячелетняя десяти тысячелетняя то есть там где закончились милостные процессы она стерильна и я беру 3-4 тележки на эту глину варю на эту глину я сажаю абрикосы первый второй год росли плохо сейчас покажу я люблю поговорить потому что иначе вы меня не поймете не не обязаны верить вот первый год второй год плохо на третий год как погнали короче дело в том что когда мне удалось копнуть глину рядом уже с пятилетними шестилетними деревьями оказалось грины там нету сами корни переработали глину в прекрасную назовем ее гранулированную почву поверили нет теперь вот здесь вот у меня была ну я к сожалению вышел но я сейчас туда вернусь итак это наша Елена Александровна Савинич люблю на нее ссылаться видели смотрите мелкие 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 да мелкие 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 внимание на третий год вот где у меня глина и там если вы копнете никакой глины больше нет поняли вот так вот я ответил наш вопрос причем я еще раз почему долго почему нудно я доказываю на словах не на деле не то что там должно быть как другие заранее знают что дерево ветки не нужны вот не попробовал ни разу в жизни посадить что это не 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 ничего